Привет, друзья! Сегодняшнее видео хочу посвятить отдельно реакциям разложения. У меня на канале есть типы химических реакций, но нет отдельного видео по реакциям разложения. Почему я это делаю? Потому что иногда такие простые вопросы могут вызывать сложности. Итак, я вам напомню, что реакциями разложения называются те реакции, в результате которых одно вещество может распадаться на несколько. Такие реакции называются реакциями разложения. Сейчас я приведу примеры. Например, пусть у нас с вами есть перекись водорода H2O2. Она может медленно с течением времени раскладываться на воду и на кислород. Либо под действием катализатора, марганец O2, или под действием катализатора будет раскладываться. Катализатор это то вещество, которое само в реакции не участвует, но увеличивает скорость химической реакции. Нужно необходимо уравнять. Здесь ставим двойку и здесь ставим двойку. То есть число атомов, вступивших в реакцию, у нас равно числу атомов, образовавшихся в результате реакции. Вот пример разложения перекиси водорода. Еще один пример. Например, калий NO3. Это у нас соль, нитрат, калия. Нитраты щелочных металлов могут раскладываться, раскладываются при температуре на нитриты и на кислород. Нитрит калия, соль нитритной кислоты. А это нитрат калия, соль нитратной кислоты. Необходимо уравнять. Ставим здесь двойку и здесь двойку. Реакция разложения из одного вещества у нас образовалась несколько. Под действием температуры. Еще приведу пример разложения перманганата калия. Калий, марганец, О4. Под действием температуры. Это вещество будет раскладываться на манганат калия, калий-2, марганец О4. На оксид марганца, марганец О2. И на кислород. Вот еще один пример реакции разложения из одного вещества. Образуется несколько. Уравниваем, ставим здесь двоечку. Перед калий, марганец О4. Еще пример. Что вам нужно знать и запомнить, что гидрооксиды, амфотерные гидрооксиды, раскладываются при температуре на соответствующий оксид и воду. Например, давайте возьмем цинк ОН дважды. Гидрооксид цинка при температуре разложится на оксид цинка, то есть на соответствующий оксид, цинк О, и на воду. Коэффициенты не нужны. Число атомов, вступивших в реакцию, равно число образовавшихся. Или, например, если мы с вами возьмем гидроксид железа двухвалентного, он разложится на феррум О, наш 2О, тоже под действием температуры. Если мы с вами, например, возьмем гидроксид алюминия, тоже, он разложится на соответствующий оксид и на воду. Алюминий 2О3, это оксид алюминия. Почему такая формула? Потому что алюминий трехвалентный. И вода. Ставим здесь двойку, уравняли. А здесь ставим тройку. И еще одну реакцию приведу вам к разложению бертолетовой соли. Калий хлор О3. Калий хлор О3. То есть тоже из одного вещества у нас образуется несколько. Калий хлор О3 раскладывается под действием температуры и давления. Эта соль раскладывается со взрывом. Над стрелкой напишем, так, здесь я забыла температуру написать. И здесь нужно написать температуру и давление. Калий хлор О3 разложится у нас на хлорид калия, калий хлор. И кислород. Здесь ставим двоечку. И здесь ставим двоечку. А здесь ставим тройку. Уравняли. Итак, что нужно запомнить, что реакции, в результате которых из одного вещества образуется несколько, называются реакциями разложения. И вот можете такие примеры привести. Над стрелкой необходимо всегда указать условия протекания реакции. Если нравится, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите, какие видео вы еще хотите, чтобы появились на канале. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok